Что может спровоцировать невроз навязчивых состояний? Человек, например, может погрузиться в работу, очень много от этого переживаний, связанных с работой, не высыпается, и у него раз начинает появляться навязчивая симптоматика. Почему переизбыток энергии может пойти против его обладателя? Энергия, она нужна тоже для обсессивно-компульсивного расстройства. Когда этой энергии нет, то как ты будешь вот эти вот мысли вытеснять, как ты будешь пытаться контролировать, если у тебя нет энергии? Для того, чтобы что-то контролировать, нужны силы. Как освободиться от навязчивых мыслей? Не гнать ее от себя, не пытаться ее как-то там закрыть, сменить фокус внимания на нее, это не работает. Почему принятие себя – лучшая мера профилактики обсессивно-компульсивного расстройства? Если человек гонит свою какую-то навязчивую мысль от себя, он ее, то есть, не принимает, а значит, он не принимает какую-то часть себя, отрицает. Новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 23 апреля, 18.15 на телеканале «Самары ГИС». В гостях программы психотерапевт Владислав Андропов.